Привет, Аня! Спасибо тебе большое за интервью. Я бы хотела тебе задать несколько вопросов от фанатов фигурного катания из лицея 1535. Первый вопрос. Как ты успеваешь совмещать учебу в школе и тренировки при таком плотном графике? Я знаю, что у тебя очень высокий балл по ЕГЭ. Как ты все это успеваешь? Первые несколько классов я ходила полностью в школу. Мы старались это совмещать вообще без ущерба. Я ходила в 6 утра на тренировку, из тренировки ехала в школу, потом все уроки и снова на тренировку. Потом я перешла в группу Катерь Георгиевны, и там уже было такое более серьезное расписание тренировок, которые было сложно совмещать полностью с учебой. И я начала постепенно пропускать уроки, ходила только на первые два урока утром примерно. Старалась все остальное делать дома всегда. Два урока в школе, остальное дома. Брала задания учителей. Потом, конечно, постепенно еще начались разъезды на соревнования. Стала еще реже приходить. Потом моя задача была прибегать в школу утром, забегать по всем учителям. Такой был марафон по всем этажам. Брала у всех задания, отдавала то, что сделала. И так вот каждый день. То есть я дома занималась, приходила в школу, получала новые задания. В таком режиме работали. И, конечно, последние уже года два, наверное, в дистанционном режиме училась полностью. Здесь большое спасибо учителям, которые шли навстречу, потому что, если я что-то не понимала, всегда помогали, объясняли. Ну, в целом, наверное, это можно назвать в последнее время домашним обучением. В олимпийский сезон, конечно, мне уже тоже там тяжело было где-то успевать. Перед ЕГЭ месяца два вот прям усиленно сидела, да, конечно, училась. С утра до вечера, когда закончились важные турниры уже, к ЕГЭ, да, отдельно готовилась. Хорошо. А при таком плотном графике у тебя остается свободное время? И чем ты любишь заниматься? Чаще всего как раз в свободное время тренировок уходила на учебу. И, в принципе, наверное, у меня всегда голова была занята, когда есть соревнования, у меня всегда все мысли только о них и о тренировках. Наверное, вот сейчас действительно много свободного времени. И стараюсь тоже учиться чему-то новому. Для меня это все действительно в новинку. Впервые вот как раз-таки пытаюсь понять, что еще мне интересно помимо спорта, помимо фигурного катания. Пробую что-то новое. Пробую вообще, наверное, мало от чего сейчас отказываюсь. То есть, если есть какие-то интересные новые предложения, то я с удовольствием как-то развиваюсь в этой сфере. И, наверное, вот сейчас у меня есть такой год. Пробую разные сферы и пытаюсь понять, что еще мне интересно, в какую дальше сторону хотела бы развиваться помимо фигурного катания. Потому что фигурное катание, конечно, навсегда в моей жизни, и оно никуда не уйдет Хорошо, какие советы ты могла бы дать лицеистам? Как организовать свое время так, чтобы все успеть? Важно быть заинтересованным в том, что ты делаешь Потому что если через силу все время себя заставлять чем-то заниматься То, наверное, это тяжело, и в какой-то момент перегоришь Наверное, заниматься тем, что интересно И искать всегда интерес в том, чем ты занимаешься Потому что если всегда сам будешь рваться, что-то узнать То всегда найдешь на это время Я всегда так думаю, что если чего-то очень хочешь, то время всегда найдется Вот, наверное, это и есть советы